Даже вертолеты летают, проверяют все, чтобы никто не забрался сюда. Самые классные Эмпанадос в мире. Нас просто прогнали. Вот значок. Ну, добро пожаловать? Ну нельзя же так делать. Ребята, за границей, это мы заграничники. Всем привет, друзья. Ну а мы в этом видео вам хотим показать этот шикарный район, который называется Нардельта. Ну а передвигаться мы будем на нашем крутом электросамокате. Друзья, мы сейчас находимся прямо на проходной в этот Нардельта. Это первая проходная, самая главная проходная. Здесь можно пройти вот так, проехать на велосипеде, пройти пешочком. Но все машины должны предъявить удостоверение личности. То есть, либо это у тебя ДНР, местный ВНЖ, либо это у тебя паспорт. Здесь есть у нас заправка местная, есть парковка. И, видимо, где-то рядом есть вертолетная площадка. Потому что пролетел очень шумный вертолет. Прямо я его даже здесь не вижу. Вот, но по-любому там есть вертолетная площадка. Ну а это красивое стеклянное здание. Это офис самой Нардельты. Сюда, скорее всего, можно приехать и купить что-то. Земельку или какую-нибудь квартирку, или даже виллу. Все здесь. Ну а мы сейчас едем смотреть этот потрясающий район Нардельта. Друзья, ну визитная карточка Нардельты, это, конечно же, Капивары. Их здесь просто нереально. Смотрите, друзья. Это просто семья Капивар. Они гуляют здесь, тусуются, кушают травку, в общем, отдыхают. И вот так спокойно можно подойти с ними, сделать селфи. Очень необычно. И это выглядит, конечно, просто космически. Мы когда первый раз приехали сюда, мы вообще очень удивились. Думаю, нифига себе, что вообще за животное такое. Видели в мультике, в детском мультике. Как называется? Энканта. Да, и там как раз были Капивары. Капивары абсолютно ничего не боятся. Спокойно кушают здесь травку. Их никто не трогает. Кстати, здесь даже есть указатель. Осторожно. Здесь гуляет семья Капивар. Это местная достопримечательность Нардельты. И нереально огромное количество ястребов, которые летают здесь. Просто их тоже очень много. В общем, вот такая красивая природа в этом шикарном месте Нардельта. Мы приехали в первый район. Прямо такой самый, наверное, мне кажется, старый район этого места Нардельты. Это Пуэрто-Кануас. И здесь сделали очень классную такую детскую площадочку. С нереально красивым видом. Там видно домики такие более старенькие. Потому что в нашем комьюнити дома более современные, более свеженькие. А если посмотреть сюда, то здесь вообще как бы вот в принципе уже пятиэтажные дома есть. Видно, что они тоже построены, наверное, лет 10 назад. Можно спокойно арендовать жилье. Одна, двух, трехкомнатные квартиры. Или уже в комьюнити можно арендовать дома. Также еще очень удобно, что везде есть тротуар. Здесь он классный. И вот тротуар идет, по которому мы будем передвигаться на самокатах. Также здесь есть тротуарчик, где родители с детишками могут спокойно гулять на колясочке. Максимально все комфортно, красиво. Оттуда, кстати, можно взять лодочку и поплавать. Нам это место очень нравится. Здесь очень прикольно, очень спокойно, очень классно. Но единственное, что до Мола нам отсюда ехать примерно 5 километров. И мы как раз сейчас едем по Нардельте. Показываем вам, какие здесь есть комьюнити, районы, площадки. И за финалем это видео в Моле. Ну что, друзья, мы приехали в наше любимое комьюнити. Называется Эль Гольф. Мы здесь живем, нам очень нравится. У нас есть видео на канале об этом комьюнити. Ссылочка будет в описании. Обязательно переходите и посмотрите это видео. Это просто космос. Очень удобно, что от нашего комьюнити до торгового центра Нардельта Мол, куда мы сегодня обязательно съездим и покажем его вам, идти всего 3 километра. Но мы передвигаемся на наших любимых самокатах, электросамокатах. Это супер быстро, супер комфортно и супер удобно. Также, кстати, во время нашего проживания здесь построили гигантский просто торговый центр, который называется Кото, куда мы тоже можно было бы сходить посмотреть. Но мы еще сами в нем не были ни разу, но он просто гигантский. Мы видели, как его строили. Думали, его запустят только через год эксплуатировать. Но он уже построенный, уже есть, уже можно пойти там и закупиться. Так что тоже очень удобно, все близко. Комьюнити вышел, один торговый центр, 3 километра, другой торговый центр. Есть куда гулять, есть кафешки, рестораны, все максимально классно и удобно. Даже вот в наше присутствие тут начали делать тротуары. Здесь его не было, вот видно, стройка идет. И хотят сделать полностью тротуар, и чтобы можно было до остановки дойти по тротуару. Потому что с этой стороны тротуар сделан, там можно до остановки дойти и уехать на общественном транспорте. С этой стороны его не было. И вот сейчас его, вот даже в наше присутствие, его начали делать. То есть, в принципе, поселок постоянно застраивается. То есть, все больше и больше строят здесь парков, прогулочных мест, спортивных мест, тротуаров. И это, конечно, огромный лайк этому району Норд-Дельта. Прямо на выезде около нашего комьюнити, около остановки, есть такая классная точка, где можно взять прокат велик. Можно, например, взять его здесь, доехать до выхода, Норд-Дельта, и там его оставить. Я думаю, это будет недорого, потому что ехать мало. Но доедешь очень быстро. Везде положили плиты. Очень удобно. Стыки эти не чувствуются. И мы тут рассекать можно до 30 км в час разгоняться. Но, друзья, на протяжении всей Норд-Дельты вот установлена вот такая проволока, вот такая колючая. Постоянно ездит патруль, патрулирует на мотоциклах, на машинах. Патрулирует, чтобы никто сюда не забрался. То есть, это супер защищенный, безопасный район, чтобы никто не смог проскочить тут никак. Понятно, почему это все делает. Тут стройка везде рядом. Вот, например, прямо с этой стороны идет стройка активная. Вот, там очень красивые дома строят. Это, правда, другое комьюнити. Вот, и, соответственно, чтобы безопасно еще и вертолет летает. Представляете? Даже вертолеты летают, проверяют все, чтобы никто не забрался сюда. Вот такая, друзья, безопасность здесь. А мы приехали в очень интересное место. Тут еще целое комьюнити будет строиться. Видно красивые поля, бескрайние луга. И стоит церковь. Друзья, Нордельта, этот район, построили свою собственную церковь. И недавно мы еще шли с Анюткой гулять. И слышали колокола. Прям звон такой, мощный звон колоколов. Мы думаем, что это такое? Как это вообще здесь возможно? И вот, да, действительно, здесь есть своя церковь. К сожалению, здесь из-за того, что стройка идет, тротуары не везде есть. У нас нету касок, шлемов, да. Мы, по идее, должны ехать по дороге проездной в шлемах. Но у нас этого нету. К сожалению, ну вот сейчас мы переедем на эту дорожку. И здесь уже поедем более-менее аккуратненько. Очень прикольный мост такой, необычный. Вот такой деревянный. С деревянными такими балками. И вот видно, как он трясется здесь. Но именно по нему вот этот район соединяется с еще одним комьюнити. Тоже прикольные домики, очень красивые. С видом на эту речку. Правда, она не очень чистая. Вот видно, там, ну, мусор валяется. Здесь, конечно, еще до конца не убрали это все. Хотя даже при этом посадили деревья. Но мусора очень много. Я думаю, что это все будет чистить. И это когда-нибудь, это будет речка очень красиво выглядеть. А мы наконец-то доехали до тротуаров. Уже не надо гнать дальше по дороге. И здесь как раз, друзья, строят огромный медицинский центр. Швейцарский какой-то. Здесь строят очень быстро. А мы поехали дальше. Здесь мы подъехали к очень классному комьюнити. Называется Ла Исла. И тут какие-то вообще дворцы стоят. Здесь как будто попадаешь на, не знаю, 200 лет назад. Красивый мост. Уточки плавают. Все такое аутентичное. Домики все такие, получается, в таком английском стиле. Мне очень нравится эта комьюнити. Правда, когда мы смотрели, выбирали дома, здесь мы не видели жилья на сдачу. Вот, скорее всего, здесь все-таки люди живут, которые уже долго живут в Аргентине. И в основном здесь жилье свое не сдают. Очень удобно, что здесь есть дорога и для пешеходов, и бегунов. А также можно, вот здесь видно, сделали уже дорогу для велосипедов. Правда, ее пока не разметили. Для велосипедистов и для самокатчиков, как мы. Вот, здесь люди ездят на велосипедах и катаются на самокатах. А здесь будет просто пешеходная дорожка, где можно спокойно передвигаться, либо бежать, либо гулять. И это максимально удобно. Здесь очень много, действительно, людей занимаются бегом, занимаются спортом. Друзья, одна из первых вилл, которые мы смотрели здесь, в этом районе Норд-Дельте, как раз была вот в этом комьюнити. Лос Касторес. Прикольное комьюнити. Нам очень понравилось расположение его, потому что здесь прямо рядом парк, такой небольшой, где можно девочки могут поиграть, там детки могут поиграть. Можно там потренироваться на тренажерах, все есть, классно. И это такой, наверное, один из самых старых, наверное, комьюнити в Норд-Дельте. Но нам единственное не понравилось, что домик был достаточно старый. Что наша комьюнити Эль Гольф, наш дом был более современный, более красивый вид на залив. Друзья, на улице так холодно уже. Вот сейчас, когда солнце опускается, в Аргентине уже в Буэнос-Айресе температура сильно падает. И сейчас уже температура плюс 5 градусов. У нас руки замерзли просто. Мы из-за этого в наш любимый Starbucks зашли, взяли горяченькое кофе. Вот, сейчас ждем наш любимый импанадос, покажем вам. Это самый лучший импанадос, то, что мы пробовали в Буэнос-Айресе. Ну, вообще в Аргентине. И пойдем дальше посмотрим торговый центр этот под открытым небом. Так, ну а мы пришли в одно из любимейших мест в Нордельте. Альма-Ценде-Пиццас. Сейчас покажем, что там есть. Здесь они делают самые классные импанадос в мире. Это, друзья, просто огонь. Вот такие красивые импанадосы. Внутри тыковка, лучок. Просто бомба, друзья. Веганское топовое блюдо с тыковкой и с лучком. Друзья, чем радует Starbucks? Starbucks – это место встреч. Сюда можно спокойно прийти, взять кофейко, принести любую свою еду и кушать. Друзья, нас очень расстроила вот эта кафешка, где мы заказали вот это потрясающее ризотто. Мудро называется. Очень классное кафе. Нам оно очень нравится, там очень прикольное блюдо. Но мы туда один раз пришли со своим кофе на Starbucks и нас просто прогнали. Кстати, нам сказали, ребята, здесь кофе на Starbucks нельзя. С водой из Starbucks, мы взяли маленькую кусочку воды. Кофе еще было в пути, оно не дошло. И это, друзья, я считаю, абсолютно нелогично. Прогонять основных клиентов своих, постоянных, просто из-за того, что, не знаю, я пришел с водичкой из Starbucks или с кофе на Starbucks. Потому что их кофе мы пробовали, но оно вообще ни о чем, его пить невозможно. Поэтому, получается, мы покупаем там блюдо с собой, берем с собой и спокойно приходим в Starbucks и наслаждаемся здесь вкусным кофе. И это у нас в данном случае ризотто. Ну, а мы пришли на главную площадь этого торгового центра. Центр Коммерсиаль. Здесь небольшая детская площадка. Красиво украшены деревца такие с огоньками. Все очень максимально прямо красиво так, приятно. И прямо около детской площадки продают термосы. Так как очень любят в Аркетине пить чай матэ. И прямо продают много разных видов, размеров, форм термосов. Кстати, вот когда так холодно, кажется, хорошая идея взять термос и попить чай. Да, и согреться прямо, сидя на площадочке с детками. Кстати, из развлечений, помимо, конечно, кафешек, классных детских площадок и других активитей, здесь есть кинотеатр. Друзья, пойдемте посмотрим в этот кинотеатр цены. Вообще, сколько здесь можно, здесь фильм посмотреть какой-нибудь и сколько это стоит. Есть ли вообще фильмы на английском языке? Вот очень интересно. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Да, компрарбилетики. Вау, смотрите, сейчас здесь уже есть и русалочка, и трансформеры. Так, и цена билета 1450 песо. Что в переводе на наши рубли 300 рублей получается примерно. Нормально. Если брать какой-то общий билет, то получается 400 рублей. То есть в среднем 300-400 рублей цена билета. Единственное, надо посмотреть, есть ли фильмы на английском языке. Субтитры, это значит, что он будет субтитрами. То есть английский язык, субтитры испанские. Если Кастеллано, это значит, что фильм идет на испанском языке. В принципе, классно. То есть 300-400 рублей за билет. И можно спокойно прийти, купить попкорнчика и погнать смотреть фильм. Удобно, что в этом торговом центре аж три детских магазина. Вот, например, этот магазин такой приятненький такой. Здесь разные вещи продаются. Правда, уже не сезон. Платьица такие, наверное, будет не очень. Но всякие куколки, там, игрушки такие мягкие. Вот, например, чисто спортивный магазин. Называется Haltree Tennis Nordelta. Здесь можно купить и ракетку для падла, и для тенниса. Можно и вон струну перетянуть. В общем, все, что необходимо есть. Помимо этого еще для фитнеса тут разные вещи есть. Следующий магазин – это книжный магазин. В Аргентине, кстати, очень любят читать книги. И мы уже не первый раз замечаем, что книжные магазины здесь хорошо представлены. Очень много разных прикольных книг. И даже вот в нашем, в этом торговом центре, да, Nordelta, что, казалось бы, сам торговый центр небольшой, но при этом книг очень много. Ну, выбор, в общем, супер. Здесь также можно купить любую технику. И больше всего здесь представлена компания Samsung. А здесь еще есть очень классный базар. Называется GeoBazar, где можно, опять же, купить любую технику для кухни, для дома. Тарелочки красивые такие, в аргентинском стиле, украшенные. Этот торговый центр, можно назвать его «Торговый центр под открытым небом». Также в этом торговом центре есть коворкинг. Ребята, все, кто хочет прийти затусоваться в аргентинской тусовке, можно сюда прийти и поработать. Но в сумме, вообще, интернет в Аргентине очень хороший. Мы вообще ни разу не жаловались. У него очень быстрый, очень классный. И поэтому коворкинг, наверное, здесь больше используют для такого, для общения, наверное, для атмосферы, да. Архитектурный изыск Аргентины. Смотрите, сделали единственный лифт на второй этаж, который ведет вот такая лестница. И спрашивается, как? Друзья, а люди, которые инвалиды, с колясочками? Туалет для инвалидов. Туалет для инвалидов есть? А как вот забраться в этот туалет? Вот, смотрите, туалет для инвалидов, да? Вот значок. Ну, добро пожаловать. Подтяжитесь, мне их держится. Да, как? Друзья, ну что за непродуманность? Вот, когда люди строят такие торговые центры, нужно немножко думать хотя бы. Ну, нельзя же так делать. Это же вы, ну, как вот с коляской, с детишками. Как подниматься? Так, ну, мы спустились на первый этаж. И здесь вот такой красивый сад. Да, цветущий сад. И, кстати, да, самое прикольное, что когда мы были 1 мая в этом торговом центре, не работало ничего. Но этот, за этим садом все равно ухаживали. Его тут приходили, поливали цветочки. И очень было интересно. Друзья, ну а это настоящий драгонфрут. Мы очень любим эти фрукты. И я ни разу не видел, как они растут. Но очень похоже, что это драгонфрут. Прикольно. Прикольно. Огромные кактусы. Эти кактусы 2-х метровых, 3-х метровых. Здесь, кстати, магазин, ювелирный магазин. И здесь уже пошли такие крутые бренды, аргентинские бренды. Здесь в основном, в Аргентине представлено много местных брендов. И на самом деле они очень стильные. Мы не покупали эти вещи, поэтому не можем сказать за качество. Но стиль мне здесь очень нравится. Они реально стильные. Ну и, конечно же, компания Samsung, она вообще оккупировала всю Аргентину. Она есть здесь на каждом шагу. Много тут представленные телефончики. Можно купить и часы. Вот. Так вот, если мы еще пройдем здесь буквально 100 метров, дойдем до магазина Джумбо, там тоже будет Samsung. И тоже будут и телевизор продаваться, и телефоны, и все, что хочешь. Samsung здесь, конечно, супер популярный бренд. И он, кстати, единственный бренд, который можно купить спокойно и часы, и телефон. И ни копейки не переплатить. Будут даже цена, может быть, даже она в среднем ниже по рынку, чем вообще как бы официальная цена устройств. Мы тогда хотели, сравнивали с iPhone. И разница в цене самого последнего телефона от Samsung. И если сравнивать и самый последний телефон от iPhone, так разница была примерно в 2,5 раза. iPhone стоил дороже, чем Samsung. Здесь, в Аргентине. Ну, а мы дошли до еще одного классного магазина. Магазин Garmin. В Аргентине компания Garmin очень хорошо представлена. Очень много классных часиков. Тут все есть. Но цена, конечно, друзья, здесь. Ты в среднем переплачиваешь где-то 20-30%. Вот эти самые последние часики от компании Garmin, мы их купили в Чили. Я приходил сюда, спросил, ребята, можно я здесь у вас их куплю? Он говорит, нету. А заказать можно? Нет. Сюда привезут намного позже. А это очень хороший детский магазин, тоже сетевой. В нем детские вещи симпатичные, красивенькие, с хорошим качеством, местные, стоят очень небольших денег. И мне очень нравится, что здесь везде висят аргентинские флаги. Даже вот здесь, вокруг столба, вот так расклеили аргентинский флаг. И мы подошли с вами, друзья, смотрите, это магазин айфонов Max Station. Но, к сожалению, прошел уже примерно год после выхода айфон 14 Pro Max. И он появился буквально здесь, вот, наверное, месяц назад примерно. Вот мы ходили, до этого не было айфонов 14 Pro Max. То есть спустя примерно 8-9 месяцев, наконец-то, Аргентина продает эти айфоны. Вот это официальный реселлер, даже написано, здесь можно купить технику Apple. Вы за нее переплатите очень-очень много. Поэтому на данный момент лучше поехать куда-нибудь в Чили или в Парагвай. Лучше всего в Парагвай, конечно, и там купить эту технику Apple. Две вещи, которых нету в этом торговом центре. Первый момент – это, конечно же, фудкорт. Его в традиционном понимании здесь его нету. Вот мы сейчас были, сидели в кафешках, это такой, получается, фудкорт. Хотя вот такого общего места пользования, где можно прийти покушать еду, нету. Ну и где разные вот эти кафешки. Но здесь есть огромный Макдональдс, даже отсюда он виден. 24 на 7. 7 дней в неделю, 8, 24 часа работает Макдональдс. И он прямо рядом с заправкой находится. Если те, кто любит Макдональдс, вот здесь, наверное, можно круглые сутки кушать. И второй момент, который мы здесь не нашли – это здесь нет ни одного мобильного оператора. Кроме, вот буквально совсем недавно, прямо через дорогу открылся вот в этих зданиях, открылся Персонал. Это лучший мобильный оператор, ну, по Нордельте он лучше всего ловит. И я бы, наверное, рекомендовал всем бы именно его сим-карту покупать. Те, кто приедут в Нордельту, обязательно покупайте Персонал. Здесь есть вот, куда можно прийти, купить сим-карту и установить. И будет вам счастье, потому что Клара, она проще, она удобнее, но в Нордельте она очень плохо работает. Постоянно не ловит, в общем, с ней огромные проблемы. И когда мы пересели на Персонал, перешли, мы, конечно, кайфанули, потому что интернет идеально работает. Даже сейчас у меня здесь телефон ловит 5G. Именно в этом районе тут где-то 5G-вышка стоит, и интернет просто вообще на ура работает. Так что вот этих двух вещей, к сожалению, в этом торговом центре нет. Друзья, в Аргентине просто обожают бейгели. Вот эта булочка такая круглая, а внутри дырочка. Вот это очень-очень любят в Аргентине. И здесь вот эти кафешки, бейгель энд бейгельс, на каждом шагу. И в Старбаксе можно эти бейгели купить. И вот кафешка еще вот в этой тоже, прикольное кафе. Тоже эти бейгели просто супер распространены. Вообще в Аргентине очень любят выпечку. И здесь, после Дубая, мы сюда приехали пожить 3 месяца. И за 3 месяца уже налетело 4 кг, друзья. У каждого, причем, у каждому бойцу налетело. Потому что здесь все время тесто. Ты здесь ешь, ты пошел в любое кафе, здесь все время тесто. Вот мы эмпанадосы кушали, да, они вкусные, офигенные. Но это все равно тесто. Любое приходишь блюдо, это все равно тесто. В Аргентине это просто очень любят продукты из теста. Килограммы налетают очень быстро. Но аргентинцы самая спортивная страна, наверное, в мире. Бегают все. Поэтому все это тесто быстро сжигаются. Ну а мы подошли к продуктовому магазину, который называется Джумба Нордельта. Здесь мы в основном закупаемся продовольствием, покупаем продукты. Потому что это самый близкий к нам магазин. Правда сейчас рядом, прямо с нашим комьюнити, открылся магазин Кото. И там, наверное, еще будет выбора больше. У нас есть видео, в принципе, из Кото. Ссылочка будет в описании. Можно посмотреть, это местный такой аргентинский магазин. Кстати, рядом прямо с Джумба есть еще вот такой веганский классный магазинчик. Тоже, куда мы много ходили. Ну он такой, там много органических продуктов всяких. И в том числе веганской еды очень много. Поэтому люди, которые хотят купить что-то здоровенькое, такое полезное, вот в этот магазин. Ну что, друзья, если подытожить, этот район Нордельта? Самостоятельный. Полностью самостоятельный район. В нем можно купить все, что угодно. Вещи, еду, техники, аптека, игрушки. И даже банк есть. Здесь можно прийти, и вроде как, если у тебя есть эта ВНЖ-карточка, можно открыть себе счет. Также очень удобно. Здесь есть обменник, куда можно отправить свои USDT и получить доллары или PESO. И даже есть огромная больница, в которой есть все специалисты. И даже можно дать анализы. Да, друзья, в общем, для жизни это полностью самостоятельный район. Да, и, конечно же, есть рядом школа. Туда же несколько школ. Так что можно жить в Нордельте, не выезжая вообще никуда. Да, и поэтому вот мы когда взяли машину, думали, что она здесь прямо нам супер нужна. Но, по сути дела, машина здесь не нужна. То есть здесь можно передвигаться на наших вот таких классных самокатах. Мы, в принципе, на них и гоняем здесь все время. Поэтому, друзья, это место идеально для жизни. Нам кажется, что это самый безопасный район во всей Аргентине. Во всей Аргентине, друзья. И если вам понравилось это видео, то ставим лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, как вам вот этот район понравился, он вам не понравился. Хотели бы вы здесь жить, друзья. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok